По традиции, центр праздничных торжеств – парк Ривьера. Сотни гостей, в основном это дети, пришли, чтобы вместе отметить не только День защиты детей, но и начало 90-дневного марафона под названием «Каникулы». К услугам главных действующих лиц, с 1 июня в Ривьере заработали десятки аттракционов, среди которых есть и новый. Помимо этого, каждый здесь мог найти занятие, как говорится, по душе. В парке открылось 7 площадок активности. К примеру, те, кто любит спорт, ждали рядом с фонтаном для занятий гимнастикой под мозгу. Поздравить юных сочинцев приехал и глава города. Анатолий Пахомов пожелал школьникам отличного отдыха. В Сочи открылось 145 зон активности. На спортивных площадках на вахту заступили волонтеры. При школах заработали лагеря дневного пребывания. Мы все делаем в городе для того, чтобы счастливых детей было как можно больше. Эта забота проявляется, начиная с того, что мы строим детские садики. И за те прошедшие 5 лет мы построили 2500 мест в детских садах. Сейчас строим 3 больших новых детских садика. Кроме этого, мы сегодня модернизируем некоторые детские сады с целью расширения. И таким образом, с 1 января 2016 года дети от 3 лет, которые стоят сейчас на очереди, все получат места в детских садиках. День защиты детей отмечали и в 9 больнице. Подарки от Лиги женщин МОЗ Добра получили новорожденные, за здоровьем которых наблюдают врачи. К примеру, близнецы Веста и Виктория теперь смогут играть в докторов. Девочки получили наборы юных медиков. Такие акции общественная организация проводит регулярно. Лига женщин постоянно сотрудничает с перинатальным центром. Приобретает дорогостоящее оборудование, помогает в реабилитации тяжело больных детей. Почему мы решили помогать деткам? А кто им еще поможет, как не мы? Это же наше будущее. Это то, ради чего мы все живем в своих семьях, в нашем городе, в нашем крае, в нашей стране. Это самое главное. Глава города также пришел в детскую больницу поздравить детей и их родителей с праздником. Анатолий Пахомов заметил, что несмотря на определенные экономические проблемы, ни одна социальная программа, направленная на поддержку детства и материнства, свернута не будет. Мэр подтвердил, что скоро в Сочи заработает новый перинатальный центр. Это лечебное учреждение будет оснащено современным оборудованием. Женщинам со сложными случаями беременности не нужно будет ездить на роды в краевой центр. Праздничные мероприятия в рамках Дня защиты детей продолжатся на курорте и сегодня. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.